так ну что пробуем вы там если что в чат черканите вообще там как что-то идет или вообще тишина это она работает или нет я пока что не могу понять вроде пишет что в эфире какая-то херня и бубу на что-то по чату вообще тишина хотя 10 человек есть и и и и и и и и ну по крайней мере чат как-то отображается так во всем привет привет так звук есть это радует авастик здравствуй здравствуй добрый друг дим так по крайней мере у меня тут в этой программе отображается изображение даже вроде ничего не виснет вопрос в том видно слышно но слава богу так я тогда браузер закрываю чтобы он интернет не жрал и давайте наверное начинать уже и так 10 минут всяких подготовок всякой хренатни пора бы уже немножечко пообщаться и так позавчера я где-то в 16 часов приехал в москву из большого ежегодного путешествия на этот раз ездил на восток ездил в сторону байкала и вот приехал в 16 а в 20 уже в ночную смену на работу очень повезло что как-то удалось успеть на работу потому что иначе было бы печально но еще больше повезло что удалось это вообще путешествие провернуть потому что как вы знаете все фургончик опять лаги чё прям сильно лагает это точно у меня интернет может у тебя сеть вроде ничего такая в общем давайте попробуем если будет совсем какая-то жесть пишите пожалуйста в чат в общем как всегда при планировании большой поездки а большая поездка планируется сильно загодя собираются какие-то точки чтобы не в одно-два места а именно как можно больше всего посмотреть потому что время такое такая штука такой ресурс классный что если его упустишь что все назад не отмотаешь поэтому п значит планирование изначально все это намечалось как такая поездка жарим 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 постоянно все через яндекс карты постройка маршрута от одной точки до другой подвисает ну ребят ну извините видимо такой интернет у меня здесь подмосковье королев рядом ракеты космические отрасли может что-то специально замедляют пробовал попробовать как-то через youtube там по-моему вообще какой-то какая-то жесть хтоническая происходит поэтому решил а чё бы на твиче не сделать там не надо вам реагаться зашли и сразу вот он стрим вот оно здрасте это банально удобнее поэтому надеюсь оцените ну и начинается поездка как я говорил с планирования восток что у нас на востоке у нас на востоке у нас урал у нас сибирь у нас много всего новосибирск там есть шикарнейший музей мировой погребальной культуры его еще называют музей смерти прикольно интересно классно есть музей железнодорожного транспорта там много всяких интересных единиц подвижного состава представлена некоторые есть только там поэтому в эти места хотелось попасть но спойлер когда все идет не по плану и сдвигаются даты посещения того или иного места может произойти так как случилось новосибирском я там оказался в понедельник и все музеи были закрыты то есть новосиб остается на следующий раз поездка началась с запозданием по независимым от меня обстоятельствам выехал на несколько дней позже доехал до нижнего новгорода заехал за него зашел в пятерочку купил всякой нямки там йогурт и всякие штуки отъезжают пятерочки завелся стартую и тут у меня тахометр падает на ноль загорается лампа заряда аккумуляторной батареи здрасте приехали ну с этой темой я сталкивался еще феврале месяце соскакивает ремень там ролик натяжной он натягивает ремень который крутит генератор помпу ну и вот от этого всего берется видимо генератор я не знаю откуда там берется значение тахометра но короче думал что ремень а там а там уже дождь а там уже темно и место такое типа там рядом с кто там что-то там черни короче дереву какая-то с таким названием жестким ну ладно окей заехал на батареи до пятерочки дотянул встал и пошел поужинал утро вечера мудренее ну чё я там сейчас целый день с дороги первый день путешествия куда-то там лезть в ночи в дождь но нафиг это надо тем более уставший утро вечера мудренее окей окей пробуем с утреца открываю капот смотрю а ремень а ремень целый и натяга нет вообще там такая проблема что натяжка происходит болтом то есть вот это вот вся натягивающаяся хреновина она вот болтом натягивается и короче у меня обломила одну штуку и она там болтается просто вот так вот суббота нижегородская область кое-как чудом нашел сервис полдня это заняло приехал туда они не испугались что это рено а пин там же как у нас пежо рено ситроян такие мы машины не берем это какая-то дичь не там нормально взялись очень повезло что этот болт обломила он заходил не в какую-то там блок а в крышечку в кронштейн кронштейн крепления генератора то есть сняли генератор и спокойно эту штуку высверлили посмотрели мы на этот болт а у него там класс прочности 5 и 5 мебельный ну печаль беда поменяли нормальный болт все хорошо и стартанул наконец наконец-то стартанул дальше самая первая такая . самая крутая была в удмуртии это рядом с ижевском ну относительно рядом располагается небольшой городок камбарка там его общее население меньше чем сейчас вас подписчиков на канале и в этом небольшом городке располагается камбарский машиностроительный завод который выпускает в основном всю узкоколейную технику но сейчас предприятие понятно что на одну узкоколейной технике далеко не выйдешь и они там делают всякие машины для метрополитена для обслуживания какие-то там хозяйки в общем у них очень широкий спектр и повезло законнектиться с этим заводом заранее они ведут свою группу во вконтакте всякие новости какие-то выкладывают и там они вы выложили stories типа ребята нам нужны рабочие руки кадровый голод приходите к нам у нас круто я им ответил здрасте в работе я не очень заинтересован но было бы классно вам помочь сделав про вас ролик отсняв выложив вдруг кто-то заинтересуется и они пошли навстречу да говорят давай почему бы да в общем приехал я в комбарку с вечера с утра созвонился списался со всеми и в общем сам главный инженер предприятия провел экскурсию по цехам показал все как там устроено как там работают они там вот железнодорожный транспорт это просто это ноготочек это йота того что они там на самом деле производят у них там есть и какие-то химические там всякие темы для добычи нефти они там всякие делают теплообменники какие-то лютые то есть там вот ну знаешь как у паровоза жаровые трубы то есть там такая вот такой цилиндр там вот эти вот трубы это же по сути теплообменник они вообще в промышленности оказывается капец как широко применяются там какой-то завод пивоварения или та же химическая промышленность и вот там они все это делают делают они там еще на почему-то говорили 1435 хотя сомнительно но с рулеткой не мерили пусть будет так в общем кучу всякого подвижного состава они там производят кучу всяких интересностей провели по всем цехам не всего попросили снимать но рассказ был кайфовый короче серия получится просто бомбическая а ведь они же еще сделали такой опытный ну типа рельсового автобуса я даже сейчас не вспомню как эта штука называется они сделали всего одну как проба пера по сути тележка ту-7 тепловозик узкоколейного такая раздутая немножечко немножечко она переделанная и в целом это похоже на я даже не знаю что это похоже ну типа ра-2 вот одновагонный вот он сейчас в музее в нижнем там должен стоять или устанавливаться только больше и по габаритам и по массивам короче такая вот классный такой рельсовый автобус не прошли сертификацию потому что изменились требования то есть они подготовили под актуальные на тот момент требования пока проходили сертификацию вступили новые и там что-то касаемо именно конструкции ходовки не вдаваясь в подробности сейчас они его отставили пока есть мысли потому что мытищинский завод с рад третьими сейчас испытывает проблемы там импортозамещение не про канала а тут в принципе такая готовая заготовка если модернизируют ходовку может быть мы увидим что-то такое одновагонная камбарская это намного лучше и круче чем тот же там теп 70 с одним вагоном это экономически целесообразнее на какие-нибудь там дальние веточки ввозить это круто поэтому камбарке вообще пожелаем просто успехов и побед тем более завод классный предприятие прям живет и цветет и пахнет у них там все очень хорошо так что классно классно приняли крайне тепло очень все было душевно очень все было приятно будем серию пилить там надо будет прям поработать поработать ну реально классно реально классно и там на стапелях стоял ту-10 тепловозик по моему куда-нибудь там то ли в монголию то ли в казахстан и в общем там прям вот они его собирают оказался в тепловозе который еще на домкратах которые только вот будут опускать на тележке совершенно какое-то безумие класс класс видео там и мы внутри него походим и заберемся наверх и цех посмотрим где эта вся сборка происходит там же он запускается и идет дальше в общем просто улет белиссимо а затем буквально день перегона и оказался в екатеринбурге но этот вообще город мне очень по сердцу там меня и дальние родственники очень хорошие приятные родственники живут и друзья есть а начал я там посещать этот город но в эту поездку музея железный дорог который располагается на сортировке Свердловск сортировочный одна из крупнейших станций транссиба это на нескольких площадках чертовски интересная выставка подвижного состава лада там всякие там vl-22 вот такой вот электровозик всем нам знакомый там паровоза там вагончики какие-то стоят там интересная площадка с единственным изготовленным электровозом пб-21 политбюро это середина тридцатых это какая-то такая компоновка очень интересная он вроде как уже электровоз но вот именно вот эта школа паровозостроения она там сквозит по полной программе у него три ведущие колесные пары они прям паровозные вот вот по бокам для развесовки для уменьшения нагрузки от одной оси на путь ну чтобы он входил в нормы потому что машина тяжелая надо больше осей чтобы масса распределялась по этим осям по бокам бегунковые тележки двухосные с немоторными колесными парами и как там сделана рама как там сделана подвеска это такой олдскул лютый конечно это по сути коробочка на колесах но по крайней мере она не сдана в металл и в таком формате она существует и это очень круто но мне больше всего понравились электровозы сурамской школы вот вл-22 м это как бы это финал это уже все это вершина мысли вот в том направлении а там же все начиналось с сурамских электровозов ну и поэтому это как бы называется как такая сурамская серия грубо говоря коробочка на двух трехосных телегах и спереди сзади там с торца такие палубы прикольные и дверь прям посередине конечно зимой на таком работать это с ума сойти и там всякие с к сурамских коломенские вроде с с они вроде они похожи но они по компоновке оборудование внутри разные и самое клевое что там есть это возможность в них немножечко проникнуть стекла там давно выбито они закрыты какими-то там пластиковыми элементами а эти пластиковые элементы открытые отогнутые и поэтому можно в них внутрь зайти там вл-19 стоит предтеча вл-22 и вот эти вот сурамские ребята и там действительно видно насколько они различаются по внутреннему устройству до кабина она плюс-минус одинаково архитектура пульта управления вот это вот расположение этот контроллер она все плюс-минус одинаковое а внутри оборудование располагается совершенно по-разному где-то там высоковольтная камера она находится в центре и там проход только с одной стороны у другого высоковольтные камеры размещены ближе к кабинам то есть прям за машинистом происходит все вот эти переключения а вентиляторы охлаждения не прям по центру и получается такая красивая симметрия что каждая половинка электровоза на свою тележку круто прикольно но этот музей он существует уже достаточно давно и до него добраться неудобно и как-то он так расположен идешь по мосту спускаешься там что-то как-то пройти сейчас же они депо сурлос пассажирский переделывают тоже под какой-то такой музейный комплекс там сделали капитальный ремонт деповским цехам а там интересная такая вот в принципе классическая структура депо он так сдвинутые вот эти вот здания так лесенкой идут цеха вот эти все по обслуживанию по ремонту локомотивов когда-то там были чс-2 чс-7 сейчас в принципе там тоже и чс-2 и чс-7 причем чс-2 их доповской сверловский чс-7 с москвы курской и много-много там всего вы понагнали газотурбовоз технику с щербинки с испытательного кольца которая была увезена конечно до для москвы для нас то с одной стороны потери с другой стороны ну в щербинке она там стоял на дальних путях а тут это все будет как-то расставляться приводиться в порядок многое будет под крышей что для техники это прям совсем такое благотворство ребят чат я чуть попозже почитаю сейчас расскажу про поездочку а потом с вами пообщаемся в чате потому что мало ли какие то вопросы будут уже по потому что уже посещал короче как всегда попал в какой-то замес когда я приехал на этот новый музей там как раз заканчивалась выставка не выставка а форум университета рждшного там всякие стульчики сцен очки для спикеров там отдельные там креслица такие бутылочки сводиться это все еще стояло там только убирали столы там весь их сейшен как бы подошел к концу и вот он я ну благо что все были заняты своим делом и можно было ходить где угодно как угодно и смотреть все что угодно так оно и получилось повезло пройтись вдоль вот это вот все из плотки локомотивов подвижного состава который будет только потом расставляться увидеть те самые в 80t щербинки которые ребята та же семерка тепловозы там всякие разные тем тм х в общем богатейшая будет экспозиция и конечно же это задело на то чтобы приехать туда еще раз когда это уже все будет готово получится как бы такая двойная серия тут вот еще все только собиралось делалось а там уже готово и очень здорово что в л-22 м щербинский такой синенький он стоит уже под крышей он как такой гранд экспонат конечно вокруг него там уже все такое современное все уже стильное корпоративное и он как такое вот древнее напоминание как такой реликт стоит очень конечно было здорово но время 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 вся поездка была на бегу даже в группе в телеграм кстати по ссылочкам там в описаниях там переходите вступайте кто не вступил там выкладывал всякие лайвы с этой поездки какие-то такие моменты тоже это все интересно посмотреть потому что видосы эти выйдут ну давай смотреть правде в глаза еще очень не скоро ближайшее видео которое я буду публиковать это снято весной прошлого года с тех экспедиций по узкоколейкам а тут уже немножечко отходим от узкоколеек и идем в более такую широкую канву но это ладно до этого мы еще дойдем после екатеринбурга заехал познакомился с замечательным товарищем коллегой по цеху ютуб скому товарищем по поласкам дэн сталкам очень тепло принял тоже там болтали сидели общались на какие-то да на всякие разные темы в общем прекрасно пообщаться с замечательным человеком но тем не менее надо идти дальше была мысль заехать в казахстан и доснять серию про r22 в степногорске скажем так второй заход потому что первый закончился но немного не так как хотелось бы но в этот раз не получилось там много всяких факторов наложилось но самым я считаю главным предзнаменовением было то что шлагбаум на границе закрыли меня прям перед носом и там еще ждать несколько часов пока предыдущую партию заехавших там обработают пропустят подумал что наверно но того не стоит и надо сосредоточиться на других каких-то моментах поэтому рванул в омск в омске познакомился замечательным товарищем с можно сказать мэром подземного омска с андреем он меня с ним свел дэн сталк собственно денису огромное за это спасибо подсказал кому обратиться потому что в омске очень интересное есть место она не достроенная говорят что в омске метро нет но фактически она есть да там не получится прокатиться но есть тоннели есть рельсы причем узкоколейка широкую колею туда так и не положили в общем встретились договорились а там еще так тоже жестко получилось вот как там знаете вот это омск там какой-то в капюшоне носатый чувак с такими черными глазами омск и так вышло что андрей он как раз волонтерит в лиза алерт ну кто не знает это организация на добровольных началах поисково спасательная когда кто-то из людей теряется обращаются к ним и они помогают искать человека и там такая беда случилась что пропала девчонка 15 лет она приехала с родителями в омск по каким-то своим делам и уже в день отлета ее потеряли и вот искали ее несколько дней нашли и к сожалению нашли уже ее тело всплыла в артыше в реке такая вот беда получилось и как раз там андрею надо было что-то отснять какой-то материал собрать и вот в эту точку я и приехал конечно какую-то там жести я не видел но знаешь когда на улице стоит вот эта машина газелька милицейская дежурная часть к там видно какое-то оцепление ну атмосфера она как бы она да она гнетет но когда андрей освободился вся эта атмосфера очень быстро закончилась поехали сначала к вент-шахте через которую обычные заходили в метро потом спустились в другую часть там пригодилась костюм химзащиты особенно нижняя его часть когда ты идешь по пояс в воде в бетонной коробке под землей из света только фонарь ты не видишь дна потому что ты все сбаламутил ощущение кэш непередаваемые какой-то такой какой-то такой страх начинается но очень-очень душесчипательно вообще у меня большое желание когда мы с узкоколейками закончим а узкоколейки у нас к сожалению они только их количество сокращается по большей части своей за редким редким исключением хочется что-то подземное смотреть изучать рудники штольни какие-то интересные подземные объекты этого благо у нас стране еще валом поэтому как такое первое знакомство конечно конечно жуть конечно жуть жуть как интересно а после этого андрей показал другую интересную локацию бывшую тэц дело в том что когда принял так сейчас даже скажу подожди в начале двадцатого века еще не было какой-то централизованной электрификации омска были там какие-то маленькие генераторы но это все было на каких-то локальных предприятиях на заводе там милина в депо железнодорожные мастерские какие-то там да там уже использовались какие-то станки электрическое освещение но в целом по городу такого не было и вот во времена когда громыхала первая мировая война начали возводить тэц по сути своей это паровые котлы нагревалась пар давление пар под давлением подается на парогенератор пара турбину такую он вращает генератор через лопасти там такая крыльчатка и вырабатывает собственно электроэнергия все это начало функционировать только в двадцатые года там были свои моменты когда гражданская война была там франк корпус французов занимал эту тэц потом мы их оттуда убрали в общем много всего предприятие пережило много всяких реконструкций увеличение мощности и в целом там сейчас стоит здание которое реально можно отнести в принципе к памятнику архитектуры потому что промышленная архитектура начала 20 века это реально круто там чувствуются еще вот эти вот изыски великолепного века который закончился с началом первой мировой войны там все кирпичом там арки там своды там красота и самое крутое что там осталось это крыльчатка со своей станиной там видно по трубам где этот пар подавался под давлением там виден вал который шел на генератор он блин он с мою голову наверное просто неимоверная красота и какие-то там контора тоже она же там располагалась их помещение вот это вот плитка эти лестницы эти перила это все так красиво тоже удалось там все это походить посмотреть вообще в омске да реально покинуть омск это не шутка вообще я надеюсь вам меня видно и слышно потому что обратной связи у меня сейчас нет ух что-то раз разговорился на этом омске подзавис но омск реально покинуть тяжело город очень классный город очень понравился так извиняюсь это у меня растянулось там дня на два с гаком потому что это мы все смотрели вечером а съемки то надо следующим днем и там действительно у библиотеки именно имени пушкина самые готовые станции из всех которые даже до сих пор используются правда в качестве пешеходного перехода там есть дверка замочную скважину которой даже видно эту станцию видно платформу видны эти своды это очень красиво это очень классно удалось там это немножечко поснимать там тоже в телеге там есть фотографии оттуда и как сзади уже подходит чоп типа чё тут делаешь нельзя а я в общественном месте а я даже там ничего не делаю поэтому дорогой иди-ка ты нафиг потом опять же спустился в эту подземку где надо надевать было химзащиту уже в одно жало там совершенно другие ощущения все это посмотрел облазил но самое интересное это было посетить недостроенные станции а их там есть аж две штуки они сейчас из себя представляют подтопленные котлованы в которые при желании как-то можно попасть оно все охраняется но не то чтобы прям так очень поэтому удалось удалось все это и с камерой и походить и посмотреть и разнюхать и увидеть в общем круто круто в принципе омское метро было посещено единственное в тоннеле тогда так и не попал только на обратном пути уже появилась информация что действительно в метрошной тоннеле есть таки вход добрые люди подсказали как туда попасть и тоже приехав вечером в одно жало в ночи это совершенно непередаваемый опыт ты идешь по тоннелю метро он еще светится там работой работает освещение каждый шорох я шел я говорил шепотом и тоннель как будто мне отвечал звук отражается от стенок такой эффект типа реверберации даже отражение от отражения и вообще у меня там слышно видно я даже не знаю ребята черканите в чат вообще меня видно меня слышно как оно там да это было реально стрёмно но тоннели дальше были затоплены и там все было в досках все было в гвоздях поэтому сколько мог столько и прошел короче омское метро отснято тец отснято и с утреца пораньше мы еще залезли на старый пивзавод тоже здание архитектуры красный кирпич начала 20 века очень это круто было все это будет видосах я решил все это делать все вот эти вот такие полоски снимать как в лайве а отдельные какие-то конкретные темы освечивать уже в роликах ну а дальше длинул дальше на восток по пути кемерово а рядом с кемерово находится шахта костроминская на территории которой есть интересный электровозик такие до сих пор работают в грузии они есть они есть в эксплуатации в россии у нас такой только один да он в принципе такой только один построил в грузии они называются 4 е 10 этот называется 4 е 10.1 принципе он отличается только немножечко мордой все раньше он там работал на вывозе обслуживал подъездные пути шахты но уже длительное время не работает при этом он стоит целый комплектный не разграбляется и к нему в принципе можно дойти про него отдельную серию какую-то пили честно говоря смысла нет там буквально она будет минут на 5-7 поэтому она тоже будет в лайве и ночевку организовал неподалеку от крапивинской гидроэлектростанции это вообще огромное монструозное сооружение строили с конца семидесятых огромную гидроэлектростанцию на речке томь по моему называется но восьмидесятые перестройка гласность и вдруг внезапно в кемеровской области где вот эти огромные угольные разрезы где экология она просто отсутствует все взбунтовались как же так строят гидроэлектростанцию что-то будут затапливать а там уже ее построили процентов на 50 а там уже несколько тысяч людей расселили несколько тысяч гектар леса вырубили уже под вот это вот под верхний бьев который будет давить на на вот эти лопатки которые крутят генератор ну представляешь да как гидроэлектростанция работает поток падающей воды крутит лопатку она крутит генератор вырабатывается электричество вот соответственно верхний бьев нижний бьев верхний давят в нижний стекает там уже она почти все готово все взбунтовались включая шахтеров вы нам дескать всю экологию запорите и в итоге вся вот эта громада вся мощь стройки она остановилась и стоит этот объект с 80 с 86 по моему года просто заброшенный хотели законсервировать не получилось никакой консервации нет он так стоит под всеми дождями хотели охранять никакой там охраны нету ничего хотели достроить а вот и ныне там красивейшее место очень повезло с погодой туманы питерский дождь благодать тоже удалось это все отснять новосибирске я тогда проехал просто ходом дальше 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 а дальше был тайшет с его шпала пропиточным заводом да есть уже ролик на канале про шпз про балагой а там в тайшете а вру был красноярск да 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 сначала был красноярск детская железная дорога я конечно не хочу по всем детским дорогам ездить они очень похожи одна на другую и ну чё там снимать особо то готовит ребят девчат взрослой жизни прививают им какую-то профессию прививают свои ценности благое дело но в красноярске дорога она особенная она там совсем узенькая колья 508 миллиметров ну она прям вообще не 750 она узенькая она маленькая она первая в на в россии вот в современной россии это первая такая дорога ее делали когда еще не было вот этих вот стандартов по колее поэтому вот отталкивались из своих соображений там изначально вообще на 380 что ли было колея узенькая и и потом шестьдесят первом что ли году когда была первым такая мощная реконструкция колью да там увеличили там только уникальный подвижной состав уникальные вагоны в 2006 или седьмом году там была другая реконструкция из такой подкова образный задушнил ну блин ну сорян какой есть и из подковы сделали в кольцо и как всегда как всегда дуракам везет парк закрыт на реконструкцию и дорога как бы особо и не работает поэтому да я списался но там как-то обратная связь такая немножечко виловато потому что ну потому что там у людей свои занятия как бы это не обязаны всем там по щелчку пальцев отвечать всяким там блогерам неизвестным поэтому ну через забор и там познакомился с одним из преподавателей этой дороги и там уже все приняли все отлично все договорились все показали тоже все рассказали прошелся там поснимал сейчас дорога несмотря на реконструкцию парка она работает ребята занимаются единственное там они на части пути только катаются возят воздух но там главное по факту не перевести людей а отработать какие-то навыки навыки эти сейчас отрабатываются подвижной состав работает единственное им там дарили два электровоза в голову в голову и в хвост сейчас эти электровозы там из-за обслуживания немножечко отставлены и работают их тепловозы из toyota town ace на ее базе сделаны принципе ощущение от них что это какой-то локомотив она реально есть да там вроде как бы там приборка от девятки да там кузов такой дверь сдвижная но чувствуется что это что-то такое железнодорожное магистраль там очень интересно тормозная выполнена там краны а-ля водопроводная очень интересные именно решение такой конкретный хендмейт такого просто больше нигде нет дорога реально уникальная по кайфу было реально по кайфу и когда после этих всех съемок довольный возвращаюсь в гусс сейчас поедем дальше а у меня блин из фары машины моей торчит грузовик ё-моё чувак сдавал задом и меня в фару машинку легнул етить вот это была неожиданность но он там казался сознательный вызвал аварийных комиссаров там приехал улыбчивый парень на старом ниссане с правым рулем естественно мы же за уралом быстренько пока я там попивал кофеек он там все это составил все обфоткали все сделали страховка мне в тот же день там котлету деньжат бахнула так что будем потихонечку делать будем потихонечку восстанавливать а чё поделать осколки все эти с фары убрал капот не пострадал крыло чуть-чуть под замял ну как-нибудь выправим там машина не на выставке как бы для жизни окей все это там скотчем замотал и пошел гулять по красноярску красивый город мне он нравится он очень атмосферный там много всяких в историческом центре исторических зданий внезапно есть как и совсем старые так и что-то такое расцвет советского союза пятидесятые там года шестидесятые очень много всяких кофеен сделанных из фургонов то есть там стоит старый volkswagen там сделано а-ля калифорния пальмочки понаставили очень классно очень атмосферно иду там то volkswagen t2 t1 думаю учета 3 это будет бах т3 volkswagen иду смеюсь а рафик может будет рафик есть уазик буханка есть целом город кайфовый мост шикарнейший через енисей просто такой каменный коммунальным вроде называется вечером у него там подсветка еще клевая но я там гулял по светлу все прошелся все посмотрел речной вокзал это просто что-то это такая громада здания в общем красноярск оставил самые положительные воспоминания о себе ну а дальше да дальше двигаться в сторону тайшета шпалопропиточный завод и он кстати очень тесно связан с красноярском это 30-е года это большие стройки это необходимость расширения предприятий для увеличения мощности чтобы больше выдавать на гора этих шпал пропитанных а предприятие то оно в городе было там расширять уже тупо некуда поэтому перекинули в тайшет а там да там расстроили там нормально там огромнейшие площади под уже пропитанные эти шпалы под склады там те же самые устройства для в случае возгорания для тушения там такие вышки с этими гидро гидромиозы я даже не знаю как это назвать в общем все там по классике то же самое что и благом но там осталось еще узкоколейка подвижной состав тяговый не сохранился увы тепловозов там никаких не осталось но там осталось здание депо правда она закрыта пустует но вполне себя аутентичное здание депо там осталась большая часть путевого развития не большая но большая там осталась куча вот этих вот вагонеток которые такие вот на которые шпалы клали их на пропитку там остались вот эти цилиндры где пропитывали то есть инфраструктура она в целом сохранилась и богатое путевое развитие перед вот этими пропиточными камерами чтобы один загонять другой выгонять чтобы вот это все тасовать она сейчас есть и очень круто что повезло туда внутрь попасть прям вот где эти шпалы пропитываются вот такая труба там дверь там люк такой мощнейший он закрывается ну естественно там это все под большим давлением подается чтобы это все выдерживало жуткое ощущение там идти но вот я 183 ростом я там стоял в полный рост представляешь там все это нагнеталось и какие там процессы происходили на самом деле тоже немного было стрёмно но так если представить дверь закрывается и кипящее масло туда подается с этими с антисептиком жуть вообще полнейшая тоже будет классная серия а я там же еще надел такой рабочий комбинезон рубашечку такую погрязнее иду там с этой камерой мне навстречу чоп с собакой он меня за своего принял за работника а все потому что там на территории этого шпалопропиточного завода до сих пор работает котельня которая часть тайшета обеспечивает теплом горячей водой но вот как-то вот так вот мы немножечко разминули с ним вот а дальше а дальше была на данный момент самая дальняя узкоколейка которую удалось посетить это уже иркутская область харагунская узкоколейная железная дорога очень много лет десятилетий уже там с восьмидесятых годов лес не вывозят это была лесовозная дорога там был леспромхоз добывали значит заготавливали лес его возили по этой узкоколейки но лес выработали там болотистые местность поэтому лес кончился дорога осталась да там еще до 90-х годов в вагончик возили народ по грибы по ягоду сейчас там только пионерки ездят почему я не брал с собой свою дрезину там состояние пути настолько аховая это самая экстремальная дорога на которой удалось побывать там колея бегает мама дорогая там ширина колеса от 19 сантиметров есть там 21 23 это еще лучше договорился через ребят из иркутска договорился чтобы твича кстати нет перемотки в зад так что у них пришедшие не смогут отмотать и выслушать ответы я потом запись стрима залью на youtube но по крайней мере у меня написано что запись производится то есть вот это все оно должно остаться и поэтому я его залью в ю тубе и все желающие смогут посмотреть там твич это чисто вот так вот для такого онлайн общения посмотреть в записи постараюсь залить вроде пишется хотя я этой электронике уже не особо доверяю возвращаясь к узкоколейки до резины там очень интересная там на них нет подвески у них рамы у кого из железа у кого из дерева она вся рама вот так вот гуляет вибрации просто адовые длина дороги развернутая около 40 километров и вот 80 километров на этой табуретке проехать это просто жесть там они не так часто ездят и множество насекомых пауков там значит плетут свои сети свои козни а я поскольку сел вперед на себя наматывал всех этих пауков они у них такая еще паутина мощная лютая там едешь там прям ощущаешь когда на тебя это все наматывается пауки сволочи большие они по тебе начинают ползать то есть это реально это ад для арахнофоба но ничего страшного там ползают до такой небольшой трэш контент получается но благо они не ядовитые там не кусают все нормально я еду у меня там уже там между ногой рюкзаком они начали уже там паутину свою свили там они уже там всяких мошек готовы ловить в общем ребята не растерялись всю узкоколейку удалось проехать кончается она но принципе просто так путь об и заканчивается там сейчас туристов катают туда можно попасть если как-то там поискать вводят какие-то то небольшие группки поселок черемшанка основная точка хотя раньше поселок располагающийся севернее харагун он был основным там располагалось и депо который сейчас не сохранилась вообще на деревянная но там часть сгнила часть сгорела в принципе там в этом харагу не особо смотреть и нечего да и плюс там метров 500 рельс до поселка стырили и все кончается просто беседочкой где можно посидеть в лесу попить чаёчек и восхититься тем где ты побывал от черемшанки до харагуны где-то 9 до конечной точки ближней харагуну где-то 9 километров туда в основном возят туристов вот меня свозили по всей дороге и блин там реально экстрим там такие мосты они они настолько они вот стоят ножки и вот-вот и вот рельсы это все выглядит настолько хлипкой конструкции рельсы сами там часть забивают с наружной части колья чтобы колея не расшивалась это несмотря на это несмотря на широченные колеса несмотря на то что это дрезина как бы местных жителей которые ездят по этому участку были сходы но сходы были не страшные у них такая особенность интересная буксы располагаются не внутри а снаружи колес то есть мы падаем внутрь колеи и дрезина опираясь уже не на колесо она корпуса этих букс продолжают скользить по рельсам в общем дорога была просто просто лютейшие просто лютейшие целый день там провел вечером весь вот так вот еще потряхивала заночевал неподалеку ну и так начала началась дорога назад дорога домой казалось бы вроде все половину разворачиваемся назад но это ж только половина путешествия еще же надо доехать а доехал кстати без каких-то приключений вот в омске в омске очень а красноярске походил еще на гидроэлектростанцию которая на 10 рублевой купюре она там работает там всякие периметры там всякие охраны но там уже знаешь там уже сил особо всякие камеры доставать снимать не было там там места уже больше по природе там там сама крупная лестница вообще в красноярске много всего самого крупного там самый крупный крест самая крупная надпись в общем город такой харизматичный я скажу природа вокруг него просто неимоверная ну там красноярский край это топ и главное вот то что снизу там вот проезжаешь через красноярск это тоже это тьфу потому что он идет на север там норильск дудинка диксон это же все красноярский край он огромен его там посещать надо это как-то это сплавляться по реке летать на вертолете или на ультра подготовленном внедорожнике по каким-то труднопроходимым местам передвигаться там туда надо конкретно готовиться чтобы вот именно в ту глубь углубиться но однако красноярск остался позади и в принципе новосибирск как я уже говорил я там попал в понедельник там смотреть особо нечего но смысл приехать к закрытым воротам и что там я камеры покажу вот ворота они закрыты подписывайся на канал ну такое себе в принципе дальше дорога пошла просто вот доехать до дома вот так вот и прыжок прошло это приключение конечно изначально маршрут был более развернут степногорск степногорск остался за бортом бурлинское озеро и розовое озеро где как в мультике миядзаки ходит поезд прям по воде а поезд там интересный там такие платформы в качестве тягового в качестве тепловоза используется просто трактор поставленный на эту платформу и там какой-то привод лютой цепью дальше идут вагоны в которых возят эту соль это все настолько это такой взрыв мозга там такие конструкции интересные там задача это действительно вывести все это в агрессивнейшие соляной среде вот кто помнит видео на канале про озеро баскунчак я там прям показывал там обычные полувагоны из железа как они просто растворяются в этой соли как она разъедает металл просто уничтожает реально растворяется это все какие там соляные образования на ходовых частях вот там это все то же самое есть хотелось очень это все увидеть но опять же из-за того что вся экспедиция сдвинулась попадал на выходной и чё я там покажу вот озеро вот там рельсы ржавые вот по ним ходит поезд но мы его не увидим но тоже такое себе рядом находится интереснейшее предприятие кучук сульфат там есть узкоколейка которая постоянно эксплуатируется на эту узкоколейку регулярно закупаются в комбарке новые тепловозы потому что срок службы тепловозов там не очень большой там тоже очень агрессивная среда там разъедает подвижной состав там суровые условия для техники и не каждая выдержит вот например по моему немецкие тепловозы шома они там не прижились но него не вывозит техника такие вот условия а комбарские тепловозы вполне себе справляются там ту семя катаются и очень даже и нормально поэтому такие вещи посетить не удалось а и кстати про кучук сульфат я туда думал чисто заехать глянуть из-за забора может там что-то увидим потому что предприятие режимное предприятие серьезное и чтобы туда попасть вот как алексей калинин договорился он там очень долго с ними общался высылал свои данные его все проверяли это это игра в долгую я думаю можно будет такое провернуть но это надо начинать очень сильно загодя поэтому в этот раз конечно да лучше наверное лучше что она так и получилось потому что ну смысл на пол шишечки что-то там за забор осмотреть гораздо круче же договориться и туда попасть в общем такая вот получилась поездка фургончик в себя повел хорошо единственное там начал выть насос гидроусилителя и в самый последний день застучали шаровые 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 были новые хватило всего на 12 тысяч суммарный пробег у меня был где-то десятка десять тысяч километров ну и все это в три недельки как-то вот так вот компактно уложилось по питанию для себя открыл индивидуальные рационы питания армейские они да их можно запросто купить несмотря на то что на коробке написано не для продажи в принципе принципе там калорийные блюда там готовые блюда прям вот открываешь эту штуку прямо в металлизированной упаковочке на плитку ставишь разогревается и нормально себе питание вот смотри в екатеринбурге когда ехал только на восток я купил себе 5 коробок этого питания там где-то 2 килограмма там 2 200 в одной коробке то есть 10 килограмм еды но опять же там какие-то есть напитки порошки там какой-то сахар там не только это все блюдо и мне этого хватило до конца поездки то есть тема рабочая на обратном пути я в екатеринбурге докупил потому что путешествие на этот год я надеюсь не закончены впереди будут еще поездки интересные надо обязательно покорить петербург там далеко не все отснято питер это какая-то такая железнодорожная фанатская столица у нас стране потому что там слишком много всего слишком много хочется показать слишком мало увидено было с кем-то познакомиться с кем-то увидится вновь короче это будет интересная поездка в общем я по это дело взял 7 рационов питания армейских и 3 мчс овских они там немножечко облегчены но посмотрим сравним тоже я думаю буду вести какой-то лайф потому что мне понравилась вот эта вот тема еще с путешествие на жигуле когда какие-то точки это отдельные серии и плюс фоном всю вот эту поездку где был чё я видел как ехал где вставал чё с жигулем чё там вообще приключилась это тоже будет как интересный выпуск такой и на него будут да там ссылочки на видео типа вот ну а здесь мы отсняли вот это вот и там будет подсказочка выскакивать такие вот дела так что сейчас втягиваюсь в быт надо садиться за монтаж ролика к концу месяца надо выпустить я думаю это будет харитоновская узкоколейка сейчас будем начинать выкладывать ролики которые отсняты были весной прошлого года когда там ездил кировская область архангельская область вот в тех вот местах там очень много интересных дорог было посещено и как-то последовательность всего этого сбилась надо начинать потихонечку в это во все входить подумаю насчет комбарки посмотрю как вообще она сейчас все пойдет не хочется ее сильно затягивать потому что ну как бы договорились о том что там вроде как надо как кого-то по возможности трудоустроить рассказать о том что есть такая возможность и как-то тянуть это на год-полтора будет на мой взгляд не очень правильно поэтому да да будем как-то это комбинировать компилировать посмотрю что-то из узкоколейки выложить часть узкоколеек можно будет разбавить чем-то другим в общем это интересно в конце концов ничего не мешает это все компоновать плейлисты то есть там видео узкоколейка это вот путешествие такое это было и потом да можно будет это все по прошествии лет посмотреть касаемо платформ касаемо платформ но пока будет возможность буду выкладывать это все конечно же на youtube я думаю что youtube никуда не денется потому что слишком это сильно касается всех россиян чтобы полностью это заблочить я думаю все там будет дальше хорошо может быть сейчас да там что-то замедлится потом может найдется какое-то противоядие против этого замедления какой-нибудь там плагин или еще что-то я слышал уже сейчас есть какие-то возможности для нормального пользования youtube у меня вот телефон android я проблем не испытываю совершенно с компьютера вчера попытался зайти там что-то как-то не зашло с другого компьютера сейчас вроде все открывается короче непонятно в общем будем мы на ютубе яндекс дзен и вк видео я думаю youtube это основная площадка яндекс дзен и вк видео это будет дублировать в любом случае все ссылочки под каждым роликом есть поэтому не теряемся группа в телеграм тоже есть какие-то фотки я обязательно буду дальше сейчас выкладывать рассказывать о том как прошла эта поездка да изначально когда все эти группы затевал хотелось рассказать о том что уже когда-то давно посещал но до этого что-то руки не доходят слишком большая активность очень такой движ постоянный поэтому тут постоянно на острие и углубляться в какие-то воспоминания а вот тогда-то в такой-то год но просто не уместно хочется рассказать о том что происходит сейчас ох наговорил наговорил давай посмотрим что у нас в чатике происходит так 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 дальше машинам так там автобусные дела обсуждают видосы поездки к начнешь выкладывать хотя бы в следующем году я думаю да что-то вот из актуалочки пойдет уже в следующем году сейчас надо прошлый год выкладывать вот действительно я понимаю меня часто сравнивают с андрюха и мша как он выкладывает вот там отснято там несколько лет назад да потому что человек постоянно в движи и постоянно сидеть монтировать это все выкладывать это не всегда получается опять же ну давай объективно если отдавать кому-то на аутсорс обращаться какому-то монтажеру вот исходники сделай пожалуйста ролик потеряется авторский стиль потеряется какая-то ламповость одно дело я буду какое-то свое видение в этом во всем в это во все превозносить а другое дело человек который просто выполняет работу я думаю уйдет какая-то душевность и почерк личный я бы хотел это все сохранять поэтому ролики монтирую сам для меня это такое железное непреложное правило поэтому да все это будем выкладывать постепенно потихонечку отличный повод продолжать дальше жить и радоваться видно слышно задушнил ну я душнила так 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 макс на твиче это я тоже отвечал а большие сообщения нет ну ребят давайте наверное на этом мы закончим целый час я тут наболтал я очень надеюсь что болтал я сейчас не в пустоту что какой-то там движняк еще был что это не приостановленная какая-то трансляция что я не просто там завис и все и не алё поэтому всем спасибо кто смотрел всем мира любви добра всем до новых встреч пока 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 Продолжение следует...